здравствуйте друзья в эфире дачные советы продолжаем осенние работы саду и сейчас у нас только дел по утеплению растений но потихоньку вот предложила всем членам семьи выйти и помочь мне ту и уже в богатом связали чтобы мокрый снег не развалил ветки мою любимицу гортензию метельчатую тоже надо вот так вот а потом всю середину куста алексей помогая не стой забьем вот так вот ветками лапника вот таким вот образом забиваем все и сверху еще обвяжем спонбондом и все это кузбу зимовать он уже взрослый в усиленном утеплении нуждаются только новопосадки а кусты несколько зим перезимовавшие уже вполне устойчивы и не боятся морозов а этот зимний букет из цветоносов уберем по весне сейчас не надо лишние раны зачем растению делать кто знает какие будут морозы да это как утеплитель сработает так и обращаю внимание закончился листопад вот теперь можно кормить органика я имею ввиду перегной навоз разных животных вот сейчас можно выносить когда деревья и кустарники уснули видите сколько у меня там в углу под калины бульданеш сложно больших 50 литровых мешков жигулевского удобрения все это уйдет потому что я толстым слоем посыпаю под все виды кустарников и декоративных и ягодных под черную смородину толстый слой сейчас дам минимум пять сантиметров жигулевского удобрения это шелуха у меня здесь подсолнечника смешанный с куриным пометом это будет и утепление для растений и мульча весной и я похоронил сейчас зимующих в коконах вредителей особенно в этом году у меня на черной смородине много было огневки потеряла значительную часть урожая а вот такой слой окучивания либо землей либо вот удобрением как я сейчас делаю похоронят этого вредителя в почве из-под толстого слоя мульчи вредитель весной уже не сможет выбраться тем деревьям которые еще не сузу не сбросили сами листву помогите это сделать это плохо это показатель того что дерево не приготовился перезимовки особенно позднее сорта яблок а шмыгивайте листья аккуратно не надо обрывать так чтобы повредить почки они еще не укрылись они еще нежные и обращаю внимание это не секатором обрезать надо листья а садовыми ножницами это очень быстро моментально секатором вы не сделаете эту работу быстро эти ножницы вам понадобятся при обрезке роз тонких веток деревьев и не обрезаете усы на землянике секаторами эта работа не выполняется это будет долго и некачественно пока днем стоит плюсовая температура можно еще подбелить деревья повыше теперь уже абсолютно видно все сучья штамп ну штамп и так был хорошо видно вот сучья вмешала листва не видно было где может быть какие-то дефекты были на коре вот их то надо в первую очередь забелите болячки все трещины которых на зимовку устроились яйца вредителей розы и виноград так у меня до сих пор еще гуляли но теперь я решила их накрыть слегка землю окучивать не надо подопревают сильно это из личного опыта уж если вы решили окучить а это касается новопосадок молодых растений всех видов культур и декоративных и плодовых тогда возьмите торф я беру от литкаченко верховой он хорошо дышит не подопревают под ним растения это свойство именно верхового торфом такой воздушный весь туда еще добавлены биогумус и фитоспорин который будет препятствовать подопреванию растений во влажный период вот осенью сейчас подопревает именно осенью и весной когда мы вовремя не успеваем открыть растения а фитоспоринчик туда добавлен и там же есть в этом торфяном субстрате вермикулит еще один кондиционер который тоже помогает дышать торфосмеси возьмите целый мешок да засыпьте а так если землей засыпаете уж во всяком случае ее кладите в виде кольца вокруг кустарника но стебли не засыпайте подопреют то же самые мокрые опилки конечно лучше вермикулитом тогда засыпать его можно и к стеблям присыпать жигулевские удобрения от производителя можно приобрести а также оформить доставку в городе жигулевске на улице гидростроителей 19 справки по телефону 927 026 00 45 917 827 72 88 961 390 09 41 ежевика будет зимовать вот таким простым способом также виноград фашины складывайте одни побеги в одну сторону другие побеги в другую и укладывайте их чтобы они пригнулись лучше не сломались вот на концах привяжите по кирпичу и постепенно эти ветки будут ложиться но можно уже вот в таком виде их укрывать ставлю ноги сверху два слоя старенького спонбонда 60 номера и все снегом сверху засыпает и великолепно из подзимовки выйдет ежевика виноград это особая история тут надо повозиться смотрите сюжет с прошлого года ничего не изменилось все осталось по-прежнему очень хороший способ укрытия единственная женщина позвонила мне выписывать на журнал увидела вот эти домики и говорят как вы их скрепляется между собой вот сын приспособил здесь вы видите уголок от сайдинга вы можете сделать взять мягкий линолеум сложить его таким вот образом и соединить два листа поликарбоната и кусок линолеума сверху который идет в виде конька с помощью мебельного степлера в общем я вам дала подсказки некоторые а уж дальше сами думать что у вас под рукой то есть так наш народ на выдумке гораздо связываем плодовые звенья вот такие фашины помощью шпагата не надо чтобы они у вас лежали на земле доски вот стропинки беру вот так вот подкладываю это же будет еще и утепление корням хорошие теперь делаем самое главное обработку трехпроцентным железным купоросом и кустов вот эти вот фашины очень тщательно проливаю и доски уложены и почву под виноградом что означает трехпроцентный все знают 300 граммов на ведро воды рядом с виноградом находится малина вы видите она любит поболеть антракнозом и виноград поражается антракнозом тоже поэтому и те и другие культуры и смородину черную обязательно не забудьте обработать фунгицидами медным купоросом или железным купоросом наиболее усердные дачники пройдут с этим составом по всем грядкам по всем деревьям по всем посадкам теперь берем наш любимый спонбон старенький на помойку его не относим вот одно из применений вот эти трубки поливные надо закрыть чтоб холодный воздух не прошел корням растений и не погубил их мы должны полностью забить эти сколько ушло спонбонда только на одну трубку она же имеет длину метр заполнили трубку и сверху оставляем вот такой кончик за весной потянем смотрите все у нас выйдет затем окучиваем виноград слоем на 20 сантиметров землей а лучше бы сухим торфом теперь кладем угощение для мышей мор это у меня французский вариант с их сырами очень эффективный препарат советую дома его тоже разложить почему дохлые мыши в доме не останутся поедят этого сыра и выбегут на улицу в поисках воды лаги поэтому для дома очень хороший вариант для уничтожения мышей так кладу его вдоль винограда на каждый куст по пакетику приманка очень сильный эффективный достаточно одного пакета на один куст теперь раскладываем лапник толстым слоем сантиметров 20 второй год подряд я использую для укрытия теплолюбивых культур поликарбона для этого надо установить на грядке вот такие вот треугольные формы конструкции сложить листы поликарбоната пополам вот так вот вместо пленки укрыть вот таким образом виноград нам главное сделать сухое укрытие винограда чтобы дождик или мокрый снег и во время оттепели не попадал на землю на торф и чтобы они не гнили из-за этого из-за этого часто пропадают теплолюбивые культуры во время оттепелей подгнивают подопревают у них побеги и ветки вот таким образом виноград у нас постоит пока торцы не закрываю обращаю ваше внимание пусть он немножко продувается а когда ударят морозы ниже 10 градусов тогда еще сверху набросаю старого спонбонда и снова здравствуйте мы вновь рады видеть вас и рассказать о зарекомендовавших себя сортах и новинках этого сезона который год очень много положительных отзывов о томате карнабель это томат перцевидной формы весом от 300 грамм и по отзывам наших постоянных покупателей достигает одного килограмма размером может быть больше пол-литровой банки это томат самым высоким количеством сухого вещества он обильно плодоносит спеет до самых холодов он очень вкусный и долго хранится а многие хозяйки режут его на дольки и засаливают в банках следующий томат про который мы хотим сказать этот томат калибри который зарекомендовал себя самой лучшей страны высокое растение увешано плодами как гирляндой вес плода около 150 грамм вкус очень сладкий а непревзойденный вкус получается в засолке открытием этого сезона для нас в этом году был томат черри клубничка на кисти по 8-10 ярко-красных плодов по форме напоминающих ягоду клубники на наш взгляд по вкусу этот сорт значительно опережает известные другие сорта черри очень рекомендуем вам обратить на этот сорт внимание теперь расскажем о новых сортах в прошлом сезоне весь интернет бурлил разговорами о томате любаша от фирмы партнер теперь этот и много других сортов мы можем предложить нашим садоводам это томаты гордость застолья царские искушения эволюция сокровища инков и много других замечательные перцы от этой компании тавиньяна аллар ливадия веста партнер огурцы шоша фурор который и много других но и конечно нельзя не остановиться на уникальных томатов серии золотой малиновое чудо эти наборы состоят из пяти разных и не повторяющихся крупноплодных томатов малинового цвета приятный сладкий вкус мясистая сахарная мякоть выгодно отличают эти сорта от множества других и что приятно мы предлагаем их по цене производителя и добавим немножко информации по семенам цветов сегодня мы хотим предложить вам новинку новозеландские дельфиниумы эти растения достигают высотой двух метров и обладают крупными махровыми цветками которые могут привести в восторг не только вас но и ваших гостей и окружающих соседей следующей программе мы продолжим знакомить вас новинками этого сезона всем приятных больших урожаев и хороших покупок магазин капельный полив предлагает более тысяч сортов овощных и цветочных культур российской и зарубежной селекции лучшие новинки 2017 года томаты любаша царской изобилие пинк мани золотое малиновое чудо огурцы шоша сибирской гирлянда уникальный и многое другое наш адрес город самара улица минской 25 телефон 269 11 32 еще один вопрос от телезрителей чем зиму укрыть землянику если вот она старенькая вот это уже на пятый год пошла хотел ее ликвидировать на урожаи такие рука не поднялась оставила еще на год а там видно будет я раньше укрывала листво из леса и даже вам рекомендовала в одном из журналов и об этом писала и в передачке мне не понравился этот способ она подопрела лучше чувствовал себя земляник который вообще никак не защищалась но может быть потому что зима была мягкая что я сделала вот здесь солома видна немножко видно соломы на на мне все лето лежит солома иголки от вои и вот сейчас когда уже кусты перестали развиваться можно под них внести торфяной субстрат отельи ткаченко я люблю там есть еще раз напоминаю основа верховой торф это теплая субстанция которая не смерзается в виде кома рыхлый верховой торф там есть питание биогумус и опять же фитоспорин от гниений всякого рода от грибковой инфекции и вермикулит добавлен у кого нет средств на покупку этого товара конечно присыплю слегка ну хотя бы на 2-3 сантиметра каждое растение а теперь отправляемся в теплицы температура воздуха ночью стала минус 5 днем где-то минус 1 минус 2 и можно приступать под зимним посевом я сею под зиму петрушку укроп кинзу можно посеять и редис но я резис стала сеять в марте месяце а вот эти вот травы обязательно сейчас а уж кто выращивает астры вот попробуйте подзимный посев ох какие мощные будут цветоносы а по весне будет готовая рассада для того чтобы высадить астры на клумбу что посеять какие культуры под зиму слушаем советы лариса игорь намаланиной биогумус хорошего качества и по приемлемым ценам а также жидкий биогумус и внимание новинка эко грунт можно заказать самаре по телефону 972 70 95 здравствуйте друзья установилась устойчивая морозная погода поэтому можно приступать к подзимним посевом сеять можно почти все овощные зеленые культуры и очень много цветов растения будут здоровые будет меньше болезней и вирусов грядки под посевом и подготовили заранее после того как сняли урожай обеззаразили почву препаратом восток м1 или бактофит убрали всю заразу просыпали древесной золой затем глубоко прорыхлили почву плоскорезом фокина проборонили граблями 7 только в промерзшую почву иначе редиска морковь у вас могут взойти и замерзнуть а земля для присыпки посевов должна находиться в теплом помещении для того чтобы удобно было ей прикрывать посевы приступаем посеву редиса мы выбрали для посева редис жара и французский завтрак это скороспелые сорта уже к 9 мая у вас будет нежная редиска редис сеем по краям грядки а в середине грядки весной вы посадите рассаду томатов можно также посеять и у петрушку и укроп помидор с этими культурами дружит вот на этой грядке у галины константиновны росли перцы томаты и петрушка вон ее сколько наросло сейчас она пойдет на укрытие наших подзимних посевов накроем посевы картоном и сверху петрушкой дополнительное укрытие подзимних посевов нужно только в том случае если не будет снега долго а если будет снег обязательно набросайте в теплиту снег и дополнительного укрытия не понадобится только сверху кокосовый субстрат и все а там где у вас на следующий год будут расти огурцы посадите сейчас корневой сельдерей эта культура прекрасно сочетается с огурцами и защищает огурцы от болезней и вредителей и сэкономите место на подоконнике не нужны будут февральские посевы рассады корневого сельдерея в чем отличие подзимних посевов от весенних семена сеем чаще и поглубже например редис весной сели на 1 сантиметр глубину а сейчас на 2 сейчас можно посеять любые холодостойкие цветы и те цветы которые нуждаются в стратификации ромашки календулы астры левко и колокольчики подзимние посевы должны быть обязательно уплотнены или доской или рукой иначе они замерзнут центр природного земледелия лариса малайной предлагает семена овощных цветочных зеленых культур м товары грунты удобрения кита лампы все для выращивания рассады телефон и для справок 9 545 165 2 252 305 внимание на работу требуется продавец здравствуйте дорогие друзья остались последние работы в саду погода нас еще пока балует плюсовая температура садовом центре мужа все наши растения убираем видите вся вот эта площадка будет абсолютно свободной от растений мы их сейчас укладываем зимуют они здесь на этой территории и часто спрашивают зимует ли растение в наших условиях я могу сказать они в контейнерах зимует на территории нашего садового центра и естественно еле если растения высажены в грунт им гораздо комфортнее все растения мы вот кустарники обрезали укладывают эти используем даже солому чтобы защитить растения от морозов декабрьских иногда бывает декабре мороз без снега и это самое плохое время для растений когда снег выпал уже ничего не страшно посадки деревьев и кустарников и даже хвойных мы еще продолжаем ведь и на московском шоссе на новосадовый на набережной струковском саду посадки еще продолжаются самое главное их хорошо сейчас пролить часто говорят а зачем поливать корневая система уже не работает да не работает но мы спасаем растение от холода ведь если остается пустоты проникает холодный воздух только от холодного воздуха спасаются растения сейчас часто практикуют зимние посадки крупных деревьев мы это тоже делали и самое главное неважно какая погода на улице пролить пусть образуется лучше ледяная корка и холод не проникнет и еще нужно защитить хвойные растения от ожогов если они две-три зимы перезимовали вы можете смело оставить используйте пуршай мы уже пробовали в прошлом году очень хорошо работает две обработки в ноябре сейчас и январе феврале когда бывает отепель вторую обработку проведете и тогда растение защитите именно от солнечных ожогов и конечно ткань ни в коем случае не укрывать спонбондом спонбонд создает парниковый эффект мы его используем для тепла чтобы защитить растение от холода а ткань должна дышать видите это меткаль кстати у нас садовом центре есть в продаже недорогая ткань но зато прекрасно защитит растения весной очень большая площадь испарения яркое солнце и еще отражается от снега и растения могут получить солнечные ожоги поэтому мы защищаем растения солнечных ожогов декабре у нас небольшой юбилей 10 лет мы работаем под новым брендом садовый центр веры глуховой и еще в этом году отмечаем юбилей нашей любимой обаятельной галина константиновна старосельцевой ей в этом году 70 лет и мы за 17 лет совместной работы выпустили около 900 передач 900 передач это очень много и я желаю чтобы она долго оставалась такой веселой жизнерадостной жизнелюбивой обаятельной чтобы она всегда кипела энергией хотела помочь людям и столько людей к ней тянутся огромное спасибо за совместное сотрудничество огромное спасибо за то что вы научили работать в эфире за то что вы помогли нам продвигать наш бизнес за то что вы много информации любви и радости несли и несете людям спасибо галина константиновна я вас очень люблю обожаю и желаю много много здоровья садовый центр веры глуховой предлагает посетить площадке саженцами плодовых и декоративных культур внимание скидка 30 процентов на все декоративные растения подошла конца наша программа собираем мы с алексеем последний урожай это цветная капуста пятого оборота достался или хая доля поскольку 17 июля высадил ее рассаду а с 20 началась страшная жара и засуха и вот в такое сложное время росла вот эта капусточка но тем не менее без ухода но вот выросла сейчас мы срежем сделаем омлет позовем друзей гостей много не 70 лет исполняется именно вот в этот день сегодня будет хороший омлет это моя традиция капуста пятого оборота на омлет для гостей к дню рождения на сегодня все до встречи через неделю на канале губерния будьте здоровы